Приветствую вас и довольно-таки удивительно, что вы в своем сообщении написали имя эксперта, которому, видимо, вы написали это же сообщение, а потом просто скопировали его в общий вопрос. То есть вы изначально искали личные консультации, но потом перевели этот вопрос в общий раздел. Вы бы хоть как-то посмотрели, а то один и тот же текст два раза написали, плюс имя эксперта, согласитесь, не очень хорошая ситуация. Теперь по поводу сути вашего вопроса. Вот последняя ваша фраза, где вы пишете, что молодой человек, возможно, никогда вас не любил. Это вот прямо, знаете, явная такая рассчитанная реакция в виде принижения. То есть у вас сейчас фрустрация, вы расстались с молодым человеком, вам плохо и вам хочется, чтобы вот он был виноват. Хочется, чтобы он вас не любил, наверное, хочется, чтобы вы были, ну, чтобы вы были шествой, наверное, а он, чтобы был таким вот агрессором, плохим, плохим, который вас как-то вот так унизил, да, задел и так далее. То есть, по сути дела, я здесь видел что? Я здесь видел следующее. Значит, вы с молодым человеком встречали. И все у вас было хорошо. Молодой человек принимал вас и, в общем-то, ценил вас. Молодой человек пытался под вас подстроиться, если я правильно понял. И молодой человек, собственно говоря, ради вас жертвовал какими-то, ну, своими, может быть, принципами, может быть, еще чем-то. То есть, он для вас явно старался сделать довольно много. Вот. Что произошло потом? Значит, у вас папа довольно такой сложный, как вы сами сказали. Молодой человек видит. Как он к вам относится? Какое у вас воспитание? Молодой человек видит, как вы себя ведете. Молодой человек видит, к чему приводит, значит, ваши отношения. Молодой человек представляет, теперь, значит, он представляет, какой будет ваша жизнь, ваша совместная жизнь, что немаловажно. Молодой человек все это видит, и ему это все нравится меньше и меньше, и, конечно же, он начинает сомневаться. Хад сказать, что масло в огонь подливает то, что вы никак его не успокаиваете. Вы не успокаиваете его, исходя из вашего сообщения, в том, например, что, допустим, ваш отец не будет вам мешать. Вы не успокаиваете его, например, в том, что ссоры у вас не будет и так далее. Вы против гражданского брака, но при этом вы не объясняете почему. То есть моментов здесь для того, чтобы молодой человек сомневался довольно много. И он поначалу к вам относился очень искренне, поначалу. Но потом он увидел, что, в общем-то, вы, по его мнению, для отношений с ним ничего не делаете. Он ради вас ведет достаточно примерный образ жизни. Разделяет ваши взгляды по современным меркам, явно устаревшие. И, в общем, во всем себя ограничивает. Вот это, пожалуй, основная причина, заставившая молодого человека начать процесс расхода с вами. Его постоянное ограничение себя для вас. Вот это самая большая проблема. Молодой человек чувствует, что он-то себя ограничивает. А вы живете так, как вам хочется. И он не ощущает, что вы делаете для него что-либо. Не чувствует, что вы стараетесь так же, как он. Не чувствует, что вы, ну, как-то, не знаю, жертвуете с собой, может быть. То есть пока вот ситуация у вас не возникла. И, конечно же, конечно же, молодой человек, ну, встретил другого друга, который, в общем-то, показал ему, что можно по-другому жить, что можно вообще совершенно иначе все выстраивать. Выстраивать, что можно ни в чем себе не отказывать, жить спокойно. И молодой человек тогда просто-напросто понял для себя, ради чего, собственно, он все это терпит. Ради чего, собственно, он все это, ради чего он ждет вас, например. Ради чего он не позволяет себе, там, какие-то вещи, да, делать. Молодой человек невольно начал задавать себе эти вопросы. И эти вопросы молодого человека волновали все больше и больше. Плюс еще сорок, которые были у вас с ним. И отсюда, конечно же, такое его поведение и реакция. То есть, понимаете как? Вы не давали ничего, по мнению молодого человека, ему такого, чтобы он видел, что вы так не стараетесь для отношений. С вашей стороны он видел только лишь требования, с вашей стороны он видел только лишь определенные претензии, определенные условия для того, чтобы он был сван. А он этого, видимо, всего в душа не хотел. И у него родилось чувство несвободы, когда он был сван, у него родилось чувство несвободы. И это чувство несвободы, оно постепенно нарастало. А друг, которого он стал плохим, когда верил в ваши отношения, когда надеялся, что вы будете жить самостоятельно, друг обнаменовал для него символ свободы. И именно поэтому та жизнь для него показалась более привлекательной. Слишком тяжело ему стало с вами быть. Слишком тяжело, слишком хлопотно, слишком напряжно, слишком трудоемко. Можно ли говорить о том, что он вас не любил? Нет, нельзя. Любил и, возможно, любит. Но бывает так, что человек, несмотря на любовь, понимает, что ему придется слишком сильно измениться для того, чтобы быть другим, любимым. И человек понимает, что меня все не готов. Вот он, например, вас принял, какой какая вы есть. Вы его не приняли. Вы не объяснили ему, почему ваш отец не будет вмешиваться в ваши отношения. Вы не согласились на гражданский брак. И для этого он взял выучку. Вы думаете только о себе и следуете своим целям, своим стандартам, своим взглядам, которые, не являясь какими-то неправильными, молодому человеку вашему оказались не поплечив именно в долгосрочной перспективе. И отсюда вся его реакция. Что я могу сказать. Вы сами от молодого человека вроде как зависимы достаточно сильно. то есть у вас была депрессия, 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 депрессия. Зачем-то вы его девочке, ну, другой, отправили переписку, то есть вы мстили. То есть вы к молодому человеку были достаточно сильно привязаны, но поступиться своими принципами вы не смогли. Это ваше право, ваш выбор, но в жизни так и бывает, что если кто-то не может поступиться своими принципами ради другого, то и другой, рано или поздно, тоже уходит. И либо вам нужно искать другого мужчину, который действительно будет разделять ваши взгляды и ценить то, что у вас есть, то, что вы считаете, то, как вы себя ведете, то, как его ценности, как-то терпеть вас с хвоста, который вмешивается в вашу жизнь и ссорится постоянно. Либо вам нужно становиться более самостоятельным, чтобы иметь собственное отдельное жилье и, по крайней мере, не вмешивать в свои семейные дела мужчину, чтобы мужчина видел, что вы обособленный человек, что вы не зависите от своей семьи. Либо вам нужно изменять свои приоритеты и быть более мягкой. То есть, ну, не быть уж так сильно против, например, гражданского брака, который не сильно чем отличается от обычного брака. То есть, не быть такой принципиальной. Я думаю, что можно так ответить вам на вопрос. Вы никакого вопроса своего не задавали, поэтому я думаю, что, если вы хотите вернуть молодого человека, просто действовать вам нужно в одном из этих направлений, которые я озвучу. Если вы хотите быстрее его события, тогда он не избавляется от зависимости, зависимости от потребностей, соответственно, нужно работать с потребностями сферы. Решать вам, в какую сторону двигаться, в каком направлении идти. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!